и всем привет ну что вот так незаметно пролетел последний день этапа кубка вызова в минске это один из последних больших турниров мирового уровня в москве через неделю также пройдет кубок вызова но на него приедут еще меньше команд все уходят внутрь себя и набираются сил для токио но как же прошел последний день в минске что было интересного что плохого и кто выиграл расскажу в этом видео ну и перед началом не забывайте подписаться на канал чтобы не пропускать новые видео но по ссылке в описании вы можете поддержать меня донатами спасибо огромное тем кто их уже присылает мне очень приятно и это правда мотивирует всех обнимаю но теперь к самому интересному а начну с неприятных моментов соревнования сегодня начались 12 дня и предыдущие два дня была прекрасная трансляция о которой я говорила в своих видео а вот сегодня начались проблемы во первых трансляция на ютубе не шла как было написано в официальном аккаунте в инстаграме федерации гимнастики белоруссии что международная федерация гимнастики запрещает вещать на youtube канале подобные турниры я думаю это связано с тем что фиш сам это делает но вот почему-то в этот раз от них трансляции не было и я в общем прям злилась что это за развитие гимнастики когда не посмотреть финалы уж что что обычно как раз с ними проблем не бывает но отдельная благодарность белорусской федерации гимнастики за первые два дня и обидно за финалы что международная федерация гимнастики вставляет палки в колеса и препятствует развитию гимнастики и по факту сама не делает трансляции и другим не дает но это еще пол беды организаторы обещали трансляцию на телеканале беларусь 5 и все бы хорошо если бы большинство любителей гимнастики не жили в россии где телеканал по большей части заблокирован по какому-то нашему федеральному закону и различные пен не работали я и через сингапур и польшу и сша пробовала в общем никак ничего не работало либо были сайты которые жутко тормозят и по факту почти весь финал с опорчем я потратила на то чтобы найти рабочие ссылки телеканала беларусь 5 которые показывают в россии благо позднее их удалось найти но и для россии с часу дня начались трансляции на матч арены в общем говоря я прям знатно понервничала и побесилась и вроде 21 век и век пандемии когда все уходят в онлайн а все равно какие-то постоянные проблемы мне непонятно ну и комментаторы я сначала смотрела трансляцию на беларусь 5 а потом переключилась на матч арену там все-таки привычные смотреть и отставания было меньше и мне удалось сравнить комментаторы в беларуси и россии так что думаю тоже интересный момент которым нужно поделиться помню на каком-то турнире я очень жаловалась на комментаторов беларуси что они были очень предвзяты и говорили что только их гимнастки лучше остальные плохие и подобные ситуации было недавно и на российском канале но с чем же мы столкнулись в этот раз комментировать соревнования это очень сложно я этим занималась так что знаю о чем говорю но от людей которые рассказывают о гимнастике хочется не предвзятости всегда и чтобы у зрителя формировалось свое мнение о спортсменах так как вкус у всех разный даже у нас с вами он разный я люблю одни гимнасток вы других и у кого-то вкус совпадает а у кого-то нет и это нормально так и должно быть мы все разные но и на мой взгляд сегодня комментаторы беларуси были намного компетентнее чем российские правда иногда было ощущение что они не во всем разбираются но по крайней мере их было слушать поприятнее будет интересно узнать кто будет комментировать олимпиаду и будут ли трансляции без комментаторов пишите кстати в комментариях какую вы любите смотреть трансляцию с комментариями или без лично я люблю послушать интересные истории которые рассказывают комментаторы о гимнастках но вот когда начинают кого-то превозносить и кого-то унижать такое мнение мне не очень нравится свое мнение высказывать да пожалуйста но не формате что не лучше всех а формате мне очень нравится хотя сравнивать мы все равно будем всегда всех спортсменок может быть мне просто голоса их неприятный поэтому мне кажется что я обсуждаю это не что-то неприятное но теперь когда я выговорилась можно переходить к результатам и так финал с обручем выиграла алина горнасько так как я уже сказала что почти весь финал с обручем искала трансляцию то особо сказать нечего серебро анастасии салас и бронза выиграла лала кромаренко далее расположилась дарья трубникова за ней николь зеликман елизавета полстяная кристина пограничная и саламе пожава замкнула восьмерку в финале финал с мечом выиграла алина горнасько набрав оценку 28 и 6 десятых очень хорошо прошла свою программу на одном дыхании следом за ней лала кромаренко тоже очень хорошо справилась со своей программой сегодня мне прям понравилось ее исполнение по элементам было прям очень чистенько и без хождений это прям завораживает и бронзу завоевала анастасия салас а вот настя несмотря на то что все упражнение шла очень хорошо по предмету и в быстром темпе еще это потрясающее упражнение и настя красотка но к сожалению в конце случился небольшой сбой который по факту и повлиял сильно на оценку и здесь только бронза дарья трубникова стала четвертой и ей не хватило до бронзы всего лишь пять сотых что конечно очень обидный и очень маленький отрыв но даже после выступления была довольна и так что хотя бы это радует пятой стала николь зеликман израиль на шестом кристина пограничная седьмая саламе пожава и восьмой стола гимнастка болгарии татьяна воложанина финал с булавами выиграла вновь алина горнасько чисто пройдя программу в общем этот турнир для алины получился очень неплохим по стабильности и по медалям финал с ленты она не прошла поэтому и такое прекрасное завершение турнира очень рада за алину она реально потрясающая и ее точно очень многие любят второй стала лала кромаренко она тоже прошла довольно чистенько и поначалу мне даже показалось что она была очень дерзкой в хорошем смысле слова очень уверенной и четкой вот правда под конец это ощущение немного пропало но поначалу у меня аж дух захватывала от лалиного напора бронза выиграла израильская гимнастка мои мечты немножко сбылись и николь получила бронзу очень рада потрясающая гимнастка очень интересная к сожалению на большинстве турниров ей не хватает сложности по сравнению с другими но здорово что на турнире поменьше она может выигрывать медали четвертой стала кристина пограничная на пятом месте анастасия саллас она допустила потерю шестое место заняла оди ася кац гимнастка израиля вот уже третий день за ней слежу и мне она прям нравится салома пожалуй финале с булавами стала седьмой и на восьмом месте дарья трубникова к сожалению даже допускала ошибки что и опустил ее так низко в рейтинге но и финал с лентой выиграла наконец-то для российских болельщиков лала кромаренко лала чисто прошла свою программу но правда и конкуренции ей никто не составил и кстати интересные документы с турнира попали в сеть где написано по судим как оценивается гимнастки и это как раз наглядно показывает что лале прям сильно не хватает сложности предмета а по телу у нее хоть и больше всех но пока недостаточно чтобы оценки были выше других алина горность к финал с ленты не попала а она осталась в ленте и вовсе напуталась из-за чего стала только второй хотя я если честно думала что настей вовсе будет еще ниже но видимо по сложности все было не так плохо третье место тоже неожиданно и приятно заняла кристина пограничная гимнастка украины но вот после такого даже обидно будет если она не поедет на олимпиаду кристина большая умница сегодня и я рада что она завершила турнир с медалью четвертой в ленте стала соломей пожава на пятом месте николь зеликман 6 елизавета полстяная на седьмом месте дарья трубникова которая допустила довольно много серьезных ошибок в ленте и замкнула восьмерку татьяна воложанина она теряла и на ошибалась в ленте еще сильнее но и групповым для начала с небольших правок со вчерашнего дня как оказалось сборная узбекистана вчера потерь не допускала видимо по трансляции казалось что предмет касался пола я еще несколько раз приматывал и смотрел этот момент и видимо все таки девочки выполнили упражнение без потерь а теперь к результатам финале с пятью мячами золото выиграли гимнастки болгарии набрав оценку 47 и 8 десятых что конечно просто офигеть как много очень нравится у девочек купальники и в целом постановка с мечами и кстати на награждение я обратила внимание что одной из групповичек золотой блестящий маникюр прям как я люблю и звездочки в ушах ух моя любовь вторыми стали гимнастки израиля команда беларуси заняла третье место неплохо пройдя финал но вот оценкой были явно недовольны это кстати к вопросу о том что своих тянут если бы тянули думаю команде беларуси не пожалели бы оценки повыше ну и команда узбекистана набрала такую же оценку как и команда беларуси но по исполнению узбекистан проиграл обидно очень люблю эту команду особенно вспоминая как они изменились и выросли за последние годы финал с обручами и булавами выиграла команда израиля а команда болгарии стала второй чем они были явно недовольны и даже подавали протест правда эти вот клонили и гимнастки так и остались на втором месте бронзовые медали выиграла команда узбекистана и команда беларуси стала только четвертый в общем групповых конкуренция просто невероятная и я даже не знаю и не могу предугадать кто будет на пьедестале в токио и еще дополнение по поводу будущих ссылок вы очень часто спрашиваете где смотреть трансляцию я все ссылки публикую в телеграм-канале у кого его нет поставьте там ничего сложного и вы сможете следить за всеми новостями в экспресс-режиме там и результаты обычно появляются раньше дело в том что в ютубе когда публикуешь посты ссылками механизмы ютуба блокируют посты так как youtube не хочет чтобы я уводила зрителей с их площадки на другую поэтому для вас и для меня лучше чтобы за ссылками вы обращались телеграм-канал это простой мессенджер в котором вы можете следить за моим чатом как за новостной лентой но еще я недавно создала сообщество в фейсбуке и тоже стараюсь там публиковать ссылки но пока бывает забываю об этом так что телеграм на данный момент это стопроцентная вероятность получить ссылку на соревнования и узнать все первым это не реклама просто мне так удобней ссылка на мою группу есть под каждым видео на youtube присоединяйтесь и можете даже отключить уведомления чтобы они вас не бесили и не отвлекали от ваших дел и заходить только тогда когда вам будет удобно и узнавать что произошло интересного в мире гимнастики ну и напоследок сегодня в kiss and cry как и на чемпионате европы была вновь любимая музыка девочек мне очень нравится это новшество хоть видим девочек счастливыми ну и на сегодня это все спасибо что провели со мной эти три дня увидимся в следующем видео и помните что я вас всех очень сильно люблю пока пока